Бобруйска интернациональная. Завтра пробег не Минская улица, но Бобруйска. Пусть будет так. История Андрея Комара началась еще в мае 2020-го. Майор милиции участвовал в задержании на протестном антипараде. Затем был свидетелем по одному из административных дел. После этих событий фотография сотрудника УВД-форме появилась в соцсетях. Под постом комментария от громких высказываний до нецензурных выражений. Граждане были установлены и в последующем постепенно привлекаются к уголовной ответственности. По решению суда в мою пользу они обязаны выплатить мне моральный ущерб. И полученные деньги, которые выплачиваются, мы передаем постепенно в детский Бобруйский дом отдали. На этом милиционер не остановился. Еще тысячу рублей он передает в школу-интернат для детей с нарушениями слуха. Посещают учреждения и другие сотрудники УВД. В рамках акции «Наши дети» сладкие подарки дарят малышам. Все они особенные, но, несмотря на диагноз, старательные и заслуживают свое чудо на праздник. Сегодня я вернулся в свое детство. Эти ребята мне напомнили о нем. Как прошла встреча в атмосфере праздника. Персонал, прежде всего, интерната, сами детки. Видно, что им здесь нравится, что атмосфера душевная. В учреждении организованы две дошкольные группы и 15 общеобразовательных классов. Обучается здесь 101 ребенок, 88 – инвалиды по слуху. У остальных стоят специальные импланты, но восприятие звуков и речь все равно нарушены. Средства пойдут на укрепление материально-технической базы для именно коррекционных занятий для детей с нарушением слуха, для наших детей. Немаловажную роль в будущем таких малышей играют добрые люди и настоящие мужские поступки. Благородная миссия Андрея Комара берет начало не из самых приятных событий. Только в октябре за оскорбление участкового возбуждают шесть уголовных дел. Одному из авторов острого поста, помимо компенсации, назначают два года домашней химии. След от необдуманных действий навсегда останется не только в личном деле, но и в жизни комментаторов. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.